друзья всем привет сегодня в видео хочу сделать повторный обзор двух орхидей которые мы уже с вами смотрели на канале в новом доме view на южном я делал распаковочки 2 2 цветущих обе клипов и меня спрашивали как же ты будешь перевозить и что с ними в такую жару может случиться а перевозить друзья 900 километров почти мне предстоял и вот они со мной переехали мы сейчас посмотрим плюс еще две новых орхидей хочу сделать с вами обзорчик к сожалению распаковку этих орхидей делал не я посылка пришла но я получить их эту посылку не мог потому что попросил своего друга я был на юге друга попросил чтобы он эту посылочку получил распаковал эту посылочку и сделал первый такой небольшой полив этих орхидей чем он в принципе неплохо справилась справился и те кто подписан на канал троняшкин папа на наш 2 и подписан на канал моего друга те видели эту распаковку и очень много ему досталось тумаков за то как он это сделал но друзья все с орхидейных хорошо по-другому с ними не могло быть потому что они подростки упакованы замечательно и в общем-то на почте с ними происходит гораздо хуже чем проделал с ним кульбиты мой друг но не об этом речь о том я хочу сделать обзор этих орхидеек и вот эти вот две орхидеечки которые он распаковал я хотел бы вам их показать в более подробными и показать как они цветут и плюс еще сравнить с одной орхидеи который у нас тоже цветет почему социал и рассказать почему я собственно одну из этих двух купил ну давайте сперва посмотрим на наши беглипчики обалденные беглипчики с магазинки а с магазинки с магазинка до с магазина орхидейки анастасии щербининой я даже не знаю с какой начать ну в общем давайте на ну посмотрим на обои эти орхидеи два беглипа как они чувствуют себя после восемьсот шестидесяти километров пути в автомобиле друзья значит спрашивали как я буду перевозить друзья все точно так же как вы видели они были упакованы в бумаге я их из новороссийска в южный дом велос там практически час пути был они были завернуты в бумаге и в пару в тройку обычных целлофановых пакетов вот точно так же я их обратно завернул в бумагу вот этих вот два беглипчиком единственный момент что я их попоил а я их хорошенечко попоил залил воды с привикуром друзья да с привикуром вот на одну треть горшка налил водички и они у меня постояли наверное где-то минут 30 минимум а то и больше прям корни все 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 хорошо позеленели вот сегодня я делаю обзор они уже дома двое суток друзья да они здесь уже двое суток я двое суток как приехал вот сейчас мы их видим их состояние через двое суток в принципе они дорогу перенесли очень даже хорошо то что отсушенные вот эти вот бутончики они уже были на момент покупки ну точнее доставки из новороссийска мной домой потому что они меня ждали когда я за ними приеду в новороссийск ну наверное недели две как минимум они ждали стояли поэтому тоже в жаре в такой вот ну собственно говоря они прекрасно себя чувствует посмотрите какая красота какой окрас вот сейчас при дневном освещении вот я специально включил лампу дневного освещения я хочу вам их показать как они выглядят особенно вот этот вот беглиб который похож на сару блажда или венецианский карнавал только вот с такой пятнистый с конопушками губой как убегли по принцесса то есть очень 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 красивый интересный такой беглиб друзья очень такой с желто-розовыми окрасами и вот этот вот но не знаю знаете как будто взяли калейдоскоп из калейдоскопа сделали беглибчик да вот такой вот интересный на ваш глаза разбегаются общем друзья орхидеи прекрасно перенесли дорогу но это видео друзья все-таки в большей степени в большей степени друзья кстати я их не обрабатывал эти орхидеи не антистрессом ничего вот только привикур у меня был в наличии вот ну привикур это фунгицидные препараты от грибково-бактериальных заболеваний ну плюс наверное в нем все-таки есть какие-то еще стимулирующие добавочки как и в максиме до после обработки которых орхидеи как бы немножко просыпаются ну ладно друзья а сейчас я хочу показать те самые две орхидеи 2 подростка из посылки которые раскрывал мой друг михаил и вертел или крутил и за что ему досталось я хочу показать их прежде всего как они как они друзья цветут так ну и начнем их а значит ну давайте начнем наверное знаете с какой вот с вот этой орхидеечки джанет брэндон вот джанет брэндон почему с нее да потому что значит это одна из тех орхидеи которую я купил а для того чтобы сравнить ее с цветением орхидеи айскрим которую вы сейчас кстати видите вот на заднем плане сейчас все лишнее уберу и вы сейчас поймете в чем в чем в чем в чем причина покупки этой орхидеи и так друзья значит смотрите внимательно на айскрим на айскрим сейчас я уберу стороночку вот друзья посмотрите посмотрите на айскрим это одна из двух материнских растений которую мы в прошлом году купили с вами пересаживали айскрим и spot leopard и spot leopard у нас запротивился и в общем мы его пересадили в полу закрытую систему а айскрим у нас просто пошел в рост и вот ну он уже кстати у нас цвел наверное цветет ну заканчивают свое цветение друзья на самом деле за последние несколько дней он подвергся огромному количеству стрессов буквально сегодня один из последних стрессов у нас целый день не было электричество жара 36 градусов было в тени у нас волгограде аномально было жарко и при этом у нас не было солнца то есть представляете небо сейчас закрыто тучами я поэтому включил светильник электричество все-таки дали но практически семь часов дом был без электричества температуры здесь в этой комнате поднялась до тридцати одного градуса и при минимальном количестве света то есть не очень комфортные условия орхидеи для орхидеи такие знаете стрессы после двадцати четырех градусов то это очень даже не очень хорошо но давайте не будем лирики а покажу вам вот значит посмотрите на внимательно на и скрим и вот сейчас я вставлю вот сюда цветение джанет брэндон джанет брэндон а вот так вот называется значит fall in office джанет брэндон и с и с не знаю видно вам да вот сюда вставляю и посмотрите друзья они практически очень и очень похожи очень похожи эти две орхидеи очки но друзья сложно судить о джанет брэндон бабочки по фотографии и хочется дождаться реально живого цветения чтобы уже в живую сравнить вот этих вот две бабочки меня задается впечатление что это одна и та же орхидея но только от разных садовников по-разному называемая но об этом мы только можем узнать когда живую расцветет наш с вами джанет брэндон который очень неплохо себя чувствует после михи кульбитов михаила кульбитов михаила вот джанет брэндон вот такая вот интересная орхидеечка осюша храпит у меня вот вот такая вот друзья красотка и 2 орхидея которую михаил обозвал аллигатором но мы сейчас ее посмотрим я сейчас покажу но прежде чем ее показать хочу вам по показать как цветет одно тоже одна из недавних приобретений из магазина натальи королевой покупал орхидеи и один бегле чик друзья который называется вот так вот тинкшин eternal star golden water вот оно название а этого бегле чика он мультифлорного цветения вот такой вот красавчик я сейчас его покажу просто я вам показываю название чтобы вы знали как цветет как называется вот это вот красота просто посмотрите какой обалденно такой желто-лилого лилого а неоновый чтобы был понятен его размер вот я прикладываю руку не все конечно бутончики у него раскрылись один подсох но вот такой он друзья вот такой вот он интересный посмотрите просто просто нежнятина такая знаете сочная сочная нежнятина вот такой вот бегле чик обалденный мне очень нравится вот такой красавчик просто прелесть да кстати чем-то подходит вот к этому вот они как-то друзья не знаю друг друга дополняют что ли смотрите смотрите какая красота обалдеть так ну посмотрели и теперь давайте на змеиную орхидею посмотрим я сейчас вставлю тоже а ее вариант цветения сейчас 5 секунд так ну что вот она вторая орхидеечка папа вот такой вот красавчик здесь друзья чем она интересна а михаил особо в орхидеек не разбирается сделал распаковку но значит на что хочу обратить ваше внимание друзья ну во первых название этой орхидеечки и вот оно название zinc min anaconda тоже и с что такое с друзья это как говорится с это ой вот эта аббревиатура вот эти две буковки как говорят закрепленные до закрепленные гарантированные мутация вот так вот гарантированная мутация то есть посмотрите на эту орхидеечку эту орхидеечку анаконду это бабочка друзья анаконда бабочка у нас недавно здесь стояла цвела анаконда в стандартном варианте цветения теперь у нас есть анаконда бабочка но надеюсь что она процветет бабочки все-таки закрепленный но не это важное а важно то друзья что а я не знаю заметили вы не заметили михаил смог вам показать нет но у этой бабочки здесь деточка есть смотрите вот она это не просто орхидея но она здесь две орхидеи вот она детка прикорневая по всей видимости но это мы перепислили пересадки с вами увидим все а вот она вот такая вот то есть две орхидеи надеюсь что обе эти орхидеи будут бабочками две змеи 2 2 анаконды друзья вот такие вот роскошные обалденные анаконда чки в общем-то я просто этим видео ставлю как бы обзор такой потому что распаковку я не делал было сделано другом канале другим автором да я вот записываю историю всех своих орхидей и раз нету распаковки на моем канале то все равно обзорчики я должен был сделать что у нас появились вот такие вот красотки на нашем канале еще один вопрос задают меня как же как же ты георгий повезешь всю свою коллекцию орхидей в новый южный дом друзья да вот точно так же я и повезу как и а вот эти вот орхидеи вот эти вот из наоборот из-за южного сюда волгоградский вот точно также из волгоградского а в южный дом я и повезу каждую орхидеи я упакую в бумагу все эти орхидеи упакованы в бумажные кури я установлю в картонные коробки а уже эти картонные коробки то ли будут у меня установлены в автомобиле я их не за один раз а может быть за несколько рейсов в автомобиле в легковом салоне при работающем работающим сплит системе в машине либо это будет в какую-то прохладный прохладный осенний день все будут орхидеи погружены в крытый прицеп и в прицепе в коробках они будут перевезены при температуре в районе там 20 градусов так чтобы здесь волгограде было и точно так же чтобы было в краснодарском крае за десять часов чтобы я их перевез и с ними чтобы не было никакого стресса при смене температурного режима будет ли это днем будет ли это ночью это уже мы с вами узнаем в одних и следующих видео когда подойдет соответствующее время ну а пока друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока не забываем что у нас на канале в последнюю субботу этого месяца июля будет состоится розыгрыш орхидей а несколько орхидей я уже представлял но в одном из следующих видео я покажу все орхидеи которые предстоит нам разыграть на нашем канале 30 по моему это сейчас я скажу вам точно друзья скажу вам точно последняя суббота июля это 30 число так что 30 июля в прямом эфире на нашем канале мы состоится очередной розыгрыш орхидей среди донов группы архомания вконтакте кто оформил подписку на группу и среди комментариев которые оставляете под теме видео где я презентую разыгрываемые орхидеи в общем друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья до встречи в следующем видео всем пока пока пока